СПОРТ 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 и они за одни выходные будут определять как раз победителя кубка россии что касается мужской команды в прошлом году были проблемы с участием в чемпионате как сейчас ну там дело не только финансовых вопросах было мы немножко были не согласны с политикой организации этих мероприятий человеком кто был ответственен за это в принципе в этом году он остался у руля чемпионат россии и наша команда как и некоторые другие приняли решение не участвует чемпионате но в альтернативу этом был создан кубок россии и в общем-то соревнование которое собрало в себя даже больше команд чем в чемпионате россии может быть они там просто как это называется средний по больнице уровень чуть чуть пониже поэтому скажем так может быть рейтинг у самого турнира чуть ниже но тем не менее он собрал все очень много региональных команд мы в нем боремся участвуем к сожалению уступили 10 июня на домашнем поле команде самары что усложнит нам выход финальный этап но мы уверены что мы должны занимать второе место который нам позволит сыграть против уже вероятнее всего коллектива из санкт-петербурга очень сильная команда северный легион в общем то с ними будет тяжело бороться но попробуем то есть вот команды которые вошли в кубок россии они сформированы из тех вот несогласных с политикой но не столько несогласных во первых там чуть более лояльные условия по финансам взносы чуть подешевле плюс этот турнир вобрал в себя те команды которые может быть каким-то другим требованиям не готовы удовлетворять все которые предъявляют чемпионат россии но помимо этого такой хитрый ход был сделан нами мы включили в розыгрыш кубка россии команды которые вылетают из чемпионата россии дабы у них была возможность тоже побораться за это звание за было звание обладатели кубка россии и когда они скажем так вылетают чемпионат россии на какой-то стадии они вступают в борьбу в кубок россии некая аналогия может быть с европейским футболом где есть лига европы если не ошибаюсь и лига чемпионов там команды тоже вылетев на определенной стадии может продолжить менее значимым турнире участие но тем не менее слушай но футбол сейчас тема номер один правда это касается чемпионата мира по немного другому футболу вот не обидно что на один футбол внимание обращают а на американский внимание уделяют мало да на самом деле смотря где если речь о нижнем ногороде то конечно аудитория у самого популярного в мире вида спорта будет больше это очевидно и объективно в этом нет никакой обиды но наша публика прирастает потихоньку растет количество болельщиков зрителей людей которые следят за нашими событиями в группе люди пишут о том когда расписание там когда мы где-то что-то задерживается интересуется поэтому ничего страшного все идет своим чередом вид спорта для россии весьма молодой и такой противоречивый но те кто с ним успели познакомиться как правило уже не перестают им интересоваться в том числе успехами нашей команды но вы проводите игры практически параллельно с чемпионатом мира с теми играми которые проводят на стадионе нижний новгород болельщиков не меньше да я бы не сказал что меньше примерно то же самое количество дело в том что все кто приезжает сюда на чемпионат мира они собственно говоря никак с нами не пересекаются приближенный скажем так стадиона к центру города позволяет нам все-таки определенную аудиторию собрать в основном конечно ходят близкие нам люди вот это наша около футбольная публика которая скажем так давно уже знакома с нашей командой приятно то что периодически даже где-то с незнакомыми людьми встречаешься и они в разговоре понимают что они слышали про команду может быть не ходили на матче но так или иначе людей которые хотя бы знают что этот вид спорта у нас присутствуют они в курсе их достаточно много глядя на некоторые матчи не следишь за ними или нет но футболисты кортятся от от боли когда от небольших соприкосновений нет желания собраться своей командой и показать как нужно играть но я понял ну профессионалы должны работать там где они профессионалы смысле что по своему профилю конечно да есть некая такая как это назвать чувство ревности скажем так потому что у нас в американском футболе если игрок не может покинуть поле сам как правило он уже в игру не возвращается да и нет такого что очень долго там можешь валяться себе позволить но во многом я считаю что все таки именно фифа как главная организация отвечающая за правила этого вида спорта создает сама таким со своими правилами такую ситуацию потому что по большому счету это возможность получить какое-то преимущество ради спортивного результата естественно футболисты вынуждены им пользоваться иногда где-то симулировать тянуть время таким образом это объяснимо а в американском футболе все достаточно просто решается правилами там просто невыгодно таким образом такими вещами заниматься и кстати говоря европейский футбол потихоньку идет по пути американского футбола то что добавили как мы все знаем видео повторы и тут уже многие вещи скажем так исключаются пока это не касается симуляции но я думаю что придут и к этому ну будем надеяться что все таки футбол станет не только зрелищным но таким настоящим мужским спорта да я буду играть мужчины будут терпеть боль кирилл спасибо что пришел к нам гости это была программа спорт в студии работала антон ганин до встречи в эфире